Ведра и тазики Надежда Николаевна не убирает с балкона даже в сухую погоду, потому что не знает, когда в очередной раз с ее потолка польется дождь. Когда дождик сильный, вот с этими тайцами я бегаю и краулю. У меня это уже продолжается год три. Они мне до этого балкон сделали на соплях. Потом через год он опять у меня потек. Я ходила, ходила, ходила. Я уже устала. Женщина говорит, что устала обращаться в управляющую компанию, где ей отвечают одно и то же. Вам все уже сделали. Я, значит, не вытерпела. Залезла на крышу. Здесь как раз было открыто. Лежу. Там ничего они не сделали. Я стала звонить. Я говорю, вы что меня обманываете? Я говорю, тут не сделано, тут не сделано. Он говорит, я уже деньги, Надя, заплатил. Говорит, вот две недели отдал. Я говорю, а зачем вы платили? Крышу, я говорю, покрыли. Я говорю, в том крае у всех. А у меня вот два клок, вот эти, вот так вот, две полосы оставили, не покрыли. В январе этого года Надежда Николаевна добилась, чтобы ей утеплили торцевую стену, где была сквозная трещина. Ремонтировать стену не стали, но закрыли ее гипсокартоном и утеплителем. А вот под окном в спальне по-прежнему дует. И балкон все так же протекает. Последний раз они мне дали отписку Алмазов, что сделать балкон, все, в общем, сделать к Новому году, 18-го года. И по сей день вот они делают. Придут, посмеются и в сторону. Андрей Алмазов уже не руководит Рузаевской ГУК. В сентябре его назначили первым заместителем мэра. А городскую управляющую компанию вместо него возглавил Максим Сарвачев. Нового директора ГУК на месте мы не застали. Руководителя нет? Нет, он уехал по теплу, с теплосетью, по поводу теплотрассы. Претензии жительницы 64-го дома мы передали сотрудникам управляющей компании. И будем следить за развитием событий. Людмила Чекал, Владимир Ильин. Наши новости из Рузаевки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова